Диана, ну что, всем привет! Я наконец-таки снимаю очередное видео. Я болею уже опять две недели. Мартин принес какую-то заразу из школы. В общем, мы все заболели, лежали с температурой пять дней. Ничего не могла снимать. Очень хотела тестировать многие ароматы. Тестировала их так, ну, постольку-поскольку, потому что нос плохо дышал. Он у меня, кстати, до сих пор плохо дышит. Вот, и у меня есть здесь такие ароматы, которые я очень хочу прям поносить, так разносить. Но я решила снять как бы такое, в принципе, первое впечатление. Даже не особо, не то чтобы первое впечатление. Я уже их, конечно же, тестировала, немного носила. Но вот говорю, у меня нос еще не дышит сейчас так, как положено. Сегодня у меня здесь будет не пять, а шесть ароматов. И начну-ка я с первого, который называется Вулан Ча от Нишане. И этот аромат я тестировала еще до того, как я заболела. Поэтому я точно знаю, как он пахнет. И мне положили этот пробник с ароматом, который я заказывала от Стефанум Балука. Называется он Сэндэнс. Они мне положили туда два пробничка. Я заказывала с израильского магазина, который находится в Израиле. Оля Квет снимала, значит, видео, показывала, какие духи у них есть. И у них есть интернет-магазин. То есть, насколько я знаю, они, по-моему, делают доставку по всему миру. То есть, вы там можете заказать. Я вот лично заказала и ждала аромат где-то примерно неделю. В общем, они мне туда закинули два пробника. И вот первый Уу Ланг Ча от Нишане. Хочу признаться, что я хотела протестировать этот аромат. Мне про него говорили мои подписчики. И не раз говорили, что если ты любишь аромат с чаем, это будет вот здесь. Вы знаете, я его нанесла. И у меня было первое впечатление, что я это где-то уже слышала. То есть, я думаю, блин, ну что же он мне так напоминает. И очень быстро у меня вот так вот в голове включилось. И я поняла, что он очень-очень сильно похож на Moschino Funny. Вот, который у меня есть. Вот прям честно, один в один. Только здесь больше такие, знаете, кисленькие цитрусы. Они вот прям кислые. Вот чувствуется здесь, по-моему, бергамот и лимон. Вот прям, знаете, лимончиком таким. А потом он очень быстро усаживается вот в такой какой-то прохладный зеленый чай. Вот честно, для меня пахнет, как вот этот Funny от Moschino. Один в один. И он шлифит, кстати, хорошо. Вот когда его наносишь, он шлифит, ну вот где-то час. Это хорошо для этого аромата. Почему? Потому что здесь очень много цитрусов. И он, в принципе, такой цитрусовый. То есть, чай потом к нему подключается, да. В общем, аромат цитрусовый. И вот, говорю, шлейф для него клевый. Очень такой яркий, очень сочный. Прямо, знаете, слюни начинают выделяться. Вот как будто бы съел лимончик и запил таким холодным зеленым чаем со льдом. Вот слышу этот аромат как-то так. Держится он не очень долго. Но дольше, например, чем Moschino Funny, тем я вообще поливаю. Здесь достаточно, в принципе, 2-3 пшита, я бы сказала, вот так вот, в теплую погоду, да. И аромат классный, но, честно, вот своих денег не стоит. Вот если вам такое нравится, купите лучше Funny от Moschino. Сколько он там стоит? 27 долларов. Ну, у нас он, по крайней мере, где-то стоит сотка, около 30 долларов. Вот. А вот это я не знаю, сколько стоит. Может быть, около 200 долларов. Ну, то есть, аромат клевый. С Moschino. И, в общем, я не разочарована. Следующий аромат, они также мне сюда закинули от Zergev. И называется он Ascental. Я, честно скажу, не помню я, какие здесь ноты. Здесь, по-моему, что-то цветочное, пудровое. В общем, вы знаете, я нанесла его на кожу, и мне как-то стало немного грустно. Потому что аромат звучит очень обычно. То есть, ничего особенного в нем нет. Это такой обычный, какой-то пудрово-женственный цветочный аромат. И очень мускусный. Есть в нем кислинка такая. По-моему, здесь жасмин тоже. Вот я лично честно слышу здесь жасмин. Немного даже как с чаем. Такой, знаете, свежопудровый женственный аромат. И вот, вы знаете, вот таких вот ароматов полно. Вот пойдешь в магазин, и в люксе там, какие-то бюджетные. Вот, в общем, не звучит нишево. Нету в нем какой-то изюминки. Вот, кстати, читала отзывы про него. Кто-то сказал, что он похож на какие-то Шанель или Диор. Я уже сейчас не помню. Я Шанелями не увлекаюсь, поэтому точно сказать не могу. Но вот пахнет, ну, как бы обычно, ничего особенного. Он такой женственный, все, вот немного пудровый. Но здесь такая вот кислинка, которая мне не нравится. И мускус. Вот такое дело не люблю, поэтому этот аромат не для меня. Следующий аромат, который я хотела протестировать, и потом Оля Квет заговорила о нем, тоже сняла обзор. Я просто побежала заказывать себе пробник. Это от X-Nila, и называется он ветивер молоко. Я обожаю ветивер. У меня есть Moonlight in Heaven от Killian, где есть ветивер. Там его очень хорошо слышно. И вы знаете, вот этот аромат ветивер молоко очень клевый, такой приятный, очень освежающий. Ну, вот вы знаете, вот молоко, да, то есть здесь есть лактонная нота. Я не слышу этой лактонности. То есть для меня это просто такой свежий ветивер с цитрусами, с бергамотом. Очень близко сидит к коже. Вот я его нанесла, его вообще нифига не слышно. Вот он просто куда-то, такое впечатление, что он впитывается куда-то в кожу, и его не слышно, понимаете? То есть, ну, блин, очень тихо сидит, вообще не шлейфовый, вообще не стойкий. Вот, ну, почему, блин, аромат красивый, свежий такой, немного древесный, цитрусовый. Пергамот очень хорошо слышно. Вот клевый на лето такой офигенный, идеальный юнисекс. Ну, вот нифига его не слышно. Он усаживается так близко к коже, и все, и капец. Вот, блин, ну, короче, из моих хотелок он выпадает. В общем, я его не советую. То есть, напишите мне в комментариях, если он у вас есть. Но вот, если вы его так же хотели, как и я, я его не советую, потому что вообще его не слышно. Очень близко сидит к коже, и вообще, короче, никак не сидит. Следующий аромат, который я очень хотела протестировать, это Стефанум Балука, и аромат называется Crying of Evil. Вот эта вот линейка со змеями. У меня уже есть три аромата из этой линейки. Я тестировала также еще один у меня стоит от Левант. И вот очень-очень хотела протестировать Crying of Evil. Красивый такой сиреневый флакон. Красивая у них презентация. Вот эта их картинка с их инстаграмом. Я просто над ней балдею. Я вот когда ее вижу, у меня прям такой, знаете, прям я, я не могу, я в восторге. В общем, что хочу сказать. Я хочу этот флакон. Аромат такой нелегкий, сложный. Здесь очень много кожи. То есть аромат вообще про кожу. Много кожи. Здесь также заявлены ягоды. Здесь какая-то сладость. Я уже сейчас не помню все ноты, но точно знаю, что здесь такие красные ягодки и кожа. Вот вы, кто меня смотрите, вы знаете, что я кожу терпеть не могу в парфюмерии, да, потому что я все время вот в каждом видео об этом говорю. И вот я очень хотела его протестировать, возможно, из-за самого флакона, из-за вот этой презентации. То есть они меня соблазнили. Но я также видела ноты. И вот из-за того, что здесь есть ягоды, мне казалось, что, возможно, аромат мне все-таки понравится. И вы знаете, он мне нравится. И вот аромат чисто про кожу. Красные ягоды, он такой сладкий. То есть вот это такая ягодная кожа, сладкая, да, с ванилью, возможно. Немного есть почули. Кожа такая, знаете, это вот не кожа типа как у Том Форд. Таскен Леддер или там Амбре Леддер. Вот у Том Форда я вообще почему-то не переношу эту кожу. Она у него всегда очень такая ядреная, вот мужская. Не знаю, у меня от нее просто всегда рвотный рефлекс. И я вообще боюсь вот этой вот ноты, да, в парфюмерии. Но здесь, блин, какая же она красивая. Это вот просто, знаете, у меня перед глазами вот, не знаю, такой коричневый кожаный ремень. Или вот седло лошадиное такое коричневое кожаное. И очень много таких красных ягод. Есть немного кислинка. Вот он сладкий такой. Шикарный аромат. Мне очень-очень сильно нравится. Просто супер. Шлейф у него неплохой. Очень даже хорошо шлифит какое-то время. Но потом все-таки усаживается близко к коже. И сидит близко, но сидит долго. И вы знаете, в базе он даже еще красивее становится. Он становится более мягкий. То есть эта кожа уже не такая вот ядреная, да. Она становится очень мягкой, такой немного мускусной. И вот, блин, очень он красивый. Вот прям такой сексуальный аромат. Подойдет и мужчине, и женщине. И вот если вы его не тестировали еще, я его советую. Если вы боитесь кожи и не любите ее, как и я, я его также вам советую. Я думаю, что вам понравится. Так, следующий аромат у меня здесь от Zoologist. И называется он Chameleon. Аромат такой нашумевший. Я знаю, что он очень популярный у этого бренда. Многие его покупают, многие его тестируют. И я его тестировала давно. Не буду врать. Ой, блин. Вот я помню, что он мне не нравился. И сейчас тоже самое впечатление. Он у меня лежит уже больше года, мне кажется, этот пробник. Вы знаете, здесь просто какой-то миллион нот. Я вообще не помню, что здесь в нотах. Блин, ну вот аромат, честно, разочарование. Вот Chameleon, он по идее типа вот Chameleon, да. То есть он, я думала, что аромат будет как-то трансформироваться, да. Вот как Chameleon. Очень такой какой-то мыльно-зеленый на старте. Есть какая-то цветочность, вот бело-цветочность. Причем, знаете, такая ретровая бело-цветочность. Какая-то вот бабушкина. Вот даже освежителем для воздуха вот пахнет, да. Вот что-то для туалета такое. Вот я здесь слышу туберозу. Причем такую грязную, вонючую туберозу, которую я не люблю. По-моему, она, кстати, не заявлена в нотах. Но я ее вот слышу. В общем, аромат мне не нравится. Я точно не помню, какой у него шлейф и какая стойкость. Мне кажется, что шлейф и стойкость будут неплохие. Но вот это аромат такой бело-цветочный. Немного вот, говорю, такой бабушкин какой-то, да. Вот мне не нравится. Есть здесь также вот свежесть, зелень, свежесть от этой зелени. Не знаю, есть в нем что-то такое ретровое, то, что меня отталкивает. И, в общем, этот аромат не мой. И последний у меня здесь парфюм от Juliet Has a Gun. И называется он Lipstick Fever. Аромат про помаду. Многие его тоже любят. Это такой женственный пудровый аромат, который пахнет помадой. Кто-то говорит, что пахнет ретро-помадой. Кто-то говорит, что пахнет старой помадой. Такой затклой, да, когда вот эти уже масла начинают мне портиться. Вы знаете, аромат очень приятный. Вот если вы любительница пудровых парфюмов, я его, конечно, очень советую. Действительно пахнет такой пудровой помадой. Очень такой легкий, очень нежный, не свербящий, никого не задушит. Вот насколько я помню, он, по-моему, сидит близко к коже. То есть аромат не супер такой шлейфовый. Вот чувствую в нем даже как будто бы малину. Я ноты вообще не помню. У меня тоже этот пробник лежит уже больше года. Очень такой приятный, вкусный. Вот прям такая, знаете, женская косметичка с пудрами, с помадами. Вот пахнет как-то так. Классный парфюм. Если вы любите пудровые ароматы, я его, конечно же, очень советую. Но вот, по моему мнению, он сидит близко к коже и не так долго. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть что-то из этих ароматов. Мне будет очень интересно почитать. И увидимся с вами в следующем видео, как обычно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok